Шло 1 можно представить в виде суммы нечетных слагов, единственным образом 1 это 1. Понятно, что если мы договоримся рисовать каждую единичку квадратиком, то вряд ли мы сможем придумать что-то, кроме того, что нарисовать один квадратик. Что такое 2? Лайна 1 плюс 7. Опять-таки, я с ним по-другому не скажу. И опять-таки, наверное, самое разумное, это просто нарисовать вот так вот два квадратика. Хорошо. 1 плюс 1 плюс 1, так же, как там 2 плюс 2, будем изображать в виде тройку нарисовал двумя способами, да? Могу и четверку легко нарисовать. Что такое 4? Это 3 плюс 1 и 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1. Давайте изображать это следующим образом. 3 плюс 1 я буду рисовать вот так, а 4 мы возьмем какое-нибудь другое число. Ну, ребят, я не знаю, на самом деле, что называется, сколько. Можно взять число 13. Согласны? Вот. Никаких особых чувств, как это число у меня нет. 13. Картинки будут размером побольше. Здесь должно быть ровно 13 метров. Да. Хорошо. Теперь, что мы еще можем? 12 нельзя, потому что мы договорились, что все слагаемые нечетные. А вот 11, 1 и 1, конечно, можно. 11, 1 и 1 можно. И это будет выглядеть так. 11. 12. Немножко странным образцом рисую я. Не случайно. Дело в том, что цель моего сегодняшнего выступления перед вами – это доказать теорему. Причем доказать ее даже двумя способами. Один способ называется объекция глейшера. Другой способ объекция сильвестра. Так вот, для объекции сильвестра мне как раз и нужны вот эти вот картинки. Надеюсь, все уже поняли, как я их рисую. Да? Хорошо. Следующая картинка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Теперь я здесь рисую три клетки. И здесь рисую одну клетку. Вот она картинка. 9 и 4 единицы. Это будет так. Такая же полоска из девяти клеток. Девять, а вот дальше хуже. Дальше надо нарисовать четыре единицы. Это вот так. Поехали дальше. Семь, пять и один. Хорошо. Теперь дальше. Семь, три, три. Пять, пять, три. У меня же здесь к семерке еще несколько, две картинки. Которые я забыл нарисовать. Семь, три и единицы. Да? Это обязательно. Что? Семерка. Да. И потом еще будет семерка с кучей единиц. Семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, в общем, всем понятно. Надо нарисовать наши семь единиц. И вот дальше столбик из шести, я, извините, их нарисую не очень, может быть, правильный по размеру, но надеюсь, что всем все равно понятно. Вот она, семь и единицы картинка. Итак, пять, пять, три. Еще есть картинка пять, пять и три единицы. Это тоже легко нарисовать. Так. Заметьте, пожалуйста, все наши картинки обладают очень симметрией. Все понимают, да? Есть такая вертикальная прямая, относительно которой есть картинка, отлично, раз, два, три, четыре, пять. Сейчас будут две тройки. Так, сейчас будут две тройки. И сейчас будут две единицы. Вот так вот. Отлично. И семь единиц. Есть из тех единиц, но и там количество троек просто менять. Да. Есть такая вертикальная куча. Один плюс один плюс один. И еще раз. Да? Вот здесь должно быть тринадцать штук. Да, спасибо за идею. И смотрите, три умножить на четыре плюс один – это тринадцать. Так. Поэтому меняя количество... Пожалуйста, дай мне представить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И там еще вот так вот, да? Вот она штучка без тринадцати. Да? Меняя количество троек, вы получаете еще три картинки. Нет. Я, например, с пятерками разобрался или нет? Нет. С пятерками я еще не разобрался. Пять плюс один, четыре. Еще надо быть пятерка с кучей единиц. Согласны? Да. Отлично. Вот давайте я ее сюда внесу. Вот здесь вот у меня будет такая картинка. Значит, пять клеточек. Я постараюсь вот на здесь все-таки вместить. Если ничего, я немножко размахался. Не, не, шесть не бывает. Пять клеточек, да? Пять клеточек и еще, сколько там? Восемь. И еще восемь. Не забравить что-то еще. Вот эта картинка называется пять и много-много единиц. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Теперь с пятерками я разобрался полностью. Согласны? Да? Да. Отлично. И значит, остальные картинки на самом деле устроены очень просто. Есть картинка, когда четыре тройки и единица. Слушайте, а можно я их не буду рисовать, а просто как-то выпишу, да? Есть картинка, когда три тройки и четыре единицы. Теперь будет два решения задачи. Одно из них – это решение сервестра. Сервестра – это замечательный математик. Когда вы будете проходить линейный аналог, то будет даже теорема названа его именем. Вот эту вот комбинаторную вещь, как из картинки, на которой изображено, вот тем способом, как мы показали, разбиение на нечетные слагаемые, получить разбиение на попарно различные слагаемые. Я думаю, что догадаться до этого тяжело. То есть вот если сейчас начнется попросить вас смотреть на эти картинки, то вряд ли вы получите. С другой стороны, после того, как вам скажут ответ, после того, как у сервестра это сделал, это легко.